Перепады температуры на минувшей неделе добавили хлопот автомобилистам. Львиная доля столкновения – отсутствие возможности вовремя затормозить. Стоит отметить, что даже при таком раскладе в статистике только четверо пострадавших. Улицу Русскую не поделили автомобилист и пешеход. Рулевой Вишан направлялся со стороны Блюхера-Кваровского. При возникновении пешехода на проезжей части не смог вовремя среагировать. К слову, женщина переходила улицу в неположенном месте. После столкновения медики диагностировали у пострадавшей ушиб поясницы. Наезд на пешехода и отсутствие виновного. Сообщение в полицию поступило из травмпункта, куда обратился ребенок с ушибленной раной головы. Позже выяснилось, что несовершеннолетний угодил под машину. В районе 50-го дома по Ленинградской при заднем ходе автомобилист наехал на ребенка. Отягчающее обстоятельство, что столкновение произошло на тротуаре. И водитель скрылся с места происшествия. В столкновении на Энгельсе травмирован маленький ребенок. Автомобилист на Хонде направлялся с прилегающей к дороге территории на проезжую часть. При этом не уступил автотранспорту на главной, по которой двигался Ниссан Тирана. В результате сильного удара 7-летний ребенок получил травму шейного отдела позвоночника. Перекресток Некрасова-Рджоникид за вторую неделю в сводке происшествий. Ровно в этом же месте, в районе 142-го дома, уже было серьезное ДТП. На этот раз, помимо покорежного транспорта, еще и ребенок травмирован. Рулевой БМВ, пересекая Некрасова, не уступил Мазде, которая направлялась по главной. В результате минивэн оказался на тротуаре с пострадавшим трехлетним пассажиром. Диагноз – ушиб головы. Итого четверо пострадавших на дорогах у Суриска за неделю. К слову, все дети-пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, именно поэтому травмы у пострадавших незначительные. А вот с пешеходами ситуация сложнее. Особенно, когда виновники столкновений покидают место происшествий.